16 финала на канале НТВ Плюс Футбол в прямой трансляции из города Владимир, где сегодня местная торпеда принимает футбольный клуб ЦСКА. И после первых 45 минут счет 2-0. И на ваших экранах сейчас самые опасные и любопытные моменты первого тайма в этой встрече. Моментов хватало, на которые стоит обратить внимание. Забиты два мяча и вот так был забит первый мяч. Эркин Джанэр дальним ударом вонзил мяч в самую девятку ворот Евгения Конюхова, который в первом тайме был один из лучших у торпедовцев из Владимира. Долго ЦСКА не забивал, никак не мог снять это проклятие, но все-таки удалось. И чуть позже проклять уже самого себя, наверное, снял Давид Янч, который давно не забивал, который пока никак не может себя по-настоящему обрести в ЦСКА. В общем-то не только он один, много таких футболистов. Но вот кого я ругал в первом тайме, те голы забивали. Вот думаю, кого в тайме втором поругать. Посмотрим, кто выйдет на поле, кто выйдет на замену. Ну а пока, раз уж есть время и у вас есть возможность посмотреть на голые торсы и болельщиков ЦСКА, как раз-таки к этому можно сказать о том, как играются другие матчи от ной 16-й финала Кубка России. Вчера Рубин на выезде сумел обыграть смену Комсомольск-на-Амуре, сумел обыграть только в серии 11-метровых ударов со счетом 4-1. Сегодня с тем же самым счетом и тоже в серии 11-метровых ударов Амкар сумел обыграть Хабаровский СКА Энергия. Сибирь обыграл у себя дома Санкт-Петербургский Зенит. Вот это, наверное, пока главная сенсация розыгрыша 1-й 16-й финала Кубка России. Ну и остальные матчи, их много, играется сейчас параллельно с нашим или начнутся чуть позже. Давайте я вам расскажу о том, как проходят события в параллельных матчах. Анжи проиграл у себя дома Грозненскому Тереку со счетом 2-3. Команда при Вячеславе Грозном, я имею в виду, Терек, до сих пор не проигрывает. Газовик Оренбург в основное время с крыльями сыграл 2-2. Там сейчас будет дополнительное время. Алания после первых 45 минут проигрывает футбольному клубу Москва 1-2. КамАЗ может сворачивать лавочку. Проигрывает 0-4 после первого тайма футбольному клубу Тонь. Металлург-Липецк после первого тайма также 0-1 проигрывает московскому локомотиву. Там забил Динияр Белединов у железнодорожников. СКАХ Ростов после первого тайма ведет 2-1 у подмосковных Химок. Витязь-Подольск, Спартак-Нальчик также после первых 45 минут 0-0. И Волга-Нижний Новгород проигрывает у себя дома 0-1 Раменскому Сатурну. Это все матчи после первых 45 минут, после первого тайма. Динамо-Брянск-Спартак сейчас играет параллельно на канале Наш Футбол. Если кто хочет, может переключиться и посмотреть концовку первого тайма той встречи. Результаты я вам говорить не буду, так как многие, наверное, захотят увидеть эту игру в записи. Ну и помимо этого сегодня еще играется матч в Белгороде. Салют-Анергия принимает Шинник Ярославль. Балтика в Калининграде сыграет с лучом Энергии. А Кубань в Краснодаре, и этот матч вы увидите на нашем канале, примет московская Динамо. Вот так за разговорами у нас начался второй тайм и первую атаку провели хозяева поля. Давайте с них тогда и начнем вспоминать о составах играющих команд. Евгений Конюхов в воротах под первым номером, Александр Акимов номер второй, Сергей Дубровин двадцать второй, Андрей Трофимов номер четвертый, Иван Каратыгин пятнадцатый, Андрей Смирнов восемнадцатый, девятнадцатый Тюргашкин Алексей, восьмой Зинин Илья, двадцатый Арслан Айдемиров, Алан Балоев. Номер десятый и Дмитрий Визьмикин номер одиннадцатый. Главный тренер торпедовцев это Евгений Дюрнев. Гости, футболисты ЦСКА Евгений Помазан в воротах. Алексей Березуцкий номер шестой, Василий Березуцкий двадцать четвертый, сорок второй, Георгий Щенников, Антон Григорьев номер пятидесятый, Эркин Джанер восемьдесят. Восьмой Евгений Алдонин двадцать второй, Люба Шкалоуда был по двадцатым номерам, его заменил в самом начале игры. Павел Мамаев номер одиннадцатый, Дэвида Шемберц номер второй, Этого человека мне будет перекричать очень тяжело, но я постараюсь. Рикардо Жезус номер четырнадцатый. Молодец, здесь Помазан подстрахован своих ребят. И Давид Янчик номер пятнадцатый, главный тренер в этом сезоне, не только в этой игре. И дальше будет Валерий Георгиевич Газаев. Обслуживает в следующем матче бригада арбитров во главе с Виталием Дорошенко из города Ейс. Помогает ему Сергей Пантелеев из Тулы и Николай Багаев из города Люберц. Для вас работает сегодня Константин Генедич. Нарушение правил, и здесь вполне есть основания назначить, кроме штрафного, еще дать желтую карточку. Но, наверное, это будет в другой раз. Досталось Шемберцу изрядно больно, хотя мы видим, что штрафнуют совсем в другую сторону. В первом тайме предупреждение получили два футболиста, Антон Григорьев и... Ох, как здорово разыграно! Янчик! Все равно не забил. Янчик не сказал 15, но он 19. Все равно не забил. Номер двадцать второй, Сергей Дубровин. Ну, разыграно было здорово. Болдонин здесь неплохо вывел польского форварда на рандеву с голкипером. Ну, вроде все правильно делал Янчик, но под опорную ногу угол ворота отправлял мяч и не попал. Номер двадцатый, Алексей Тюргасович. Ченников, какая ошибка! И здесь сам же... Нет, Григорьев помог партнеру. Номер двадцатый, Арсан Айдемирович. Номер двадцатый, Арсан Айдемирович. Номер десятый, Алан Балаев. 42-го номера. Номер один, три, Дмитрий Висичин, капитан. Шемберес на фланг Мамаев. Неплохо Мамаев здесь ушел от подката. Протрел. Где Янчик-то? Янчик вот в первом тайме пошел на ближнюю штангу. Сейчас остался на дальний. Мяч до него не дошел. Евгений Коников. Мяч этот самый перехватил. Ох, какая ошибка! Весьмикин, надо забивать. Браво! 2-1. Вот смотрите, игроки сборной, бронзовые призеры последнего евро. Вот такие могут допускать ошибки, интрига. В этом матче снова возрождается. В самом начале второго тайма Дмитрий Весьмикин 2-1. Я уже думал, что будет не очень интересно смотреть второй тайм. Да нет. Смотрите, футболисты ЦСКА опровергают это мое мнение. И делают вторые 45 минут прелюбопытнейшими. Теперь уже довольны болельщики торпеда. Как же вот здесь ошибся. 24 номер. Капитан команды. Василий Березовский. Ну что же, бывает. Действительно, ни в коей мере не хочу тут слишком много стрел на Березовского. Критических не выливать, а стрелять в него. Но ошибка, конечно же, которая не должен допускать игрок уровня не только ЦСКА, но и лично по уровню, как Василий Березовский. Что же, бывает. Потери концентрации, где-то минутная, секундная расслабленность. И 2-1. А Весьмикин опытный игрок, 36 лет, такие ситуации вдоль и поперек уже изучил. Знает, куда бежать, когда бежать, зачем бежать. И стоит ли туда вообще бежать. Вот он эту ситуацию продумал, понял, что туда бежать стоит. Может зашибиться. Конюхов! Сейчас может быть удаление или нет? Гол все-таки забьют. Забили. Я ругал уже. Или все-таки свисток был до этого? Интрига умерла. Много я говорил. Надо было поменьше слов, побольше дело. Обидно. Не из-за того, что я не болею за торпеду, а не за ЦСКА. Все-таки обидно. Хороший голкипер Евгений Конюхов допустил такую глупую ошибку. Если такие ошибки, как у Березуцкого, ему непростительны, то, наверное, вратарю команды 2-го дивизиона это можно списать на нервы. Ошибка. Здесь еще повезло, могли бы и удалить. Ну, Жезус молодец. Отвоевал здесь мяч. И все-таки в пустые ворота он не промахнулся. Я же говорил в первом тайме, что кого бы мне еще поругать, чтобы он гол забил. Наконец, поругал Жезусу, он забил. Так что, кто у нас следующий будет на очереди? Ну, досталось бы мне сейчас Березуцкого. От него голов-то мы ждем, наверное, не в первую очередь. Давайте вспомним, какой нехороший футболист. Хороший человек, но нехороший футболист. Есть Алан Загоев. Поругаем его. Пусть он выйдет на замену и тоже забьет. Ему, как молодому парню, для уверенности это тоже будет, наверное, необходимо. 3-1. ЦСКА ведет. И, казалось бы, только возродилось что-то интересное в этом матче. Так сразу же так же быстрый потопок. Понимаете, как свечку зажигают, а потом пальчиками ее тушат. Свеча горела. Да не дой. Алдонин. У мяча штрафной. Доворот далековато. 53-я минута. Неужели будет бить Евгений Алдонин? Можно, конечно, отсюда забить. Но не в этот раз. Вы знаете, я тут недавно, впервые в своей недолгой журналистской работе, так по стечению обстоятельств, был ведущим обзора первого дивизиона. И для того, чтобы понять вообще, как это все дело делается, посмотрел несколько обзоров, посмотрел несколько матчей. Там забиваются голы в первом дивизионе. Я вам скажу, смотрите на каналах НТВ плюс наш футбол. Обязательно обзор первого дивизиона. Потому что там некоторые голы забиваются из таких положений, из таких ситуаций, в которых, казалось бы, забить практически невозможно. Но забиваются, забиваются очень красиво. И для меня это стало в какой-то степени откровением. Хотя основную часть своей карьеры провел как раз-таки в первом дивизионе. Что ж тут, нескромно можно сказать. И сам иногда забивал красивые мячи. Так вот, для меня такое впечатление произвел гол, который забил футболист Ностый. Не помню его фамилию, но наверняка ее хорошо запомнил Олег Далматов, главный тренер Ростова. Потому что это было в матче против его команды, ростовского коллектива. И с центра поля. Вот подумайте, с центра поля штрафной. Человек без стенки, без все. Он продошел с левой ноги на силу. Как дал. Я не знаю, вот голкипер Ростова, видимо, не ожидал. И мяч влетел в девятку. Ну, это, конечно, феноменальный гол. Такие, конечно, забиваются раз в пятилетку. Но, с другой стороны, если кто видел тот обзор и тот матч, найдут подтверждение. Моих словах, они наверняка со мной согласятся. Ладно, я тут отвлекся, опять-таки, от футбола. Везмикин хорош. Везмикин, ну вот, за исключением этой передачи, мяч это отвоевал. Здесь сейчас Везмикин получит желтую карточку. Нет, авторитет этого футболиста весом. Хотя нарушение, конечно же, на желтую тянуло. Уже обиделся, по-моему, сам на себя Дмитрий Везмикин. Потому что ошибся в очень простой ситуации. Дмитрий Везмикин. Алексей. Мамаев. Напомню, что в первом тайме получил травму Любаш Калоуда, который дебютировал в основном составе ЦСКА. Ну вот, к сожалению, запомнился он парой финтов, неплохих финтов. Сделал хорошую передачу на Рикарду Жирнуса, который имел в самом начале матча стопроцентный голевой момент. И после этого в очень обыденной такой ситуации Калоуда, к сожалению для меня, в частности, получил травму. Потому что очень любопытно было посмотреть на этом футболиста. А по тем 15 минутам, которые он сыграл в этой игре, целостное впечатление составить невозможно. Замена. Вместо 18 номера Андрея Смирнова на поле появился Валерий Малышев, под девятым номером, который, кстати, в розыгрыше этого кубка сумел уже трижды отличиться. И даже больше, чем Визьмикин забил. Хотя нет, сейчас Визьмикин забил и сравнялся. У них, по-моему, стало просто три забитых луча, у того и другого. Малышев 80-го года. Футболист 28 лет. Нарушение здесь против Балоева. Те, кто только что подключились к нашей трансляции на 57-й минуте встречи, скажу вам, что счет 3-1, как вы видите на экране вашего телевизора, в левую углу. Вот ССК отличились. Джанер, Янчик. Положение внеигра. Джанер, Янчик и Жезус. Три бундуристов, их, наверное, так можно назвать. ЦСКА, если не ошибаюсь, вообще... Нет, Джанер забил Спартаку. Янчик в этом сезоне никому не забивал комод или нет. Ну, долго, в общем-то, не забивал. А Жезус вообще впервые, как нато, сейчас ЦСКА. Я знаю, что забивал за дубль, но за основной состав так сразу и не вспомню. А у Торпедовца Владимир забил мяч никто иной, как Дмитрий Безмикев. Соперник у ЦСКА сегодня непростой. Команда уверенно возглавляет таблицу в втором дивизионе зоны Запад. За 18 проведенных встреч. 14 побед на счету команды Евгения Дурнева. 4 ничьих, ни одного поражения. 32 мяча забито и 1 с него пропущено. Вот этот счастливчик, который сумел за 18 игр забить мяч в ворота Евгения Конюхова и Владимирского Торпеда. Соответственно, это игрок из футбольного клуба Реут. Торпеда на 11 очков опережает своего ближайшего преследователя, этого Шексна. Дальше идет Спартак-Кострома. В общем-то, отрыв внушительный. Мало кто сомневается, что Торпеда в следующем сезоне поднимется дивизионом выше. Условия, по крайней мере, видим, что у Торпедовцева неплохие. Стадион добротный, качество газоны тоже вполне пригодны для игры в футбол. Но это результаты всего первого круга. Посмотрим, что будет в круге второго. Сегодня, видите, сразу же три мяча пропустили Торпедовцев. После того, как очень долго себя в чемпионате не пропускали. Но, конечно же, уровень команд и уровень чемпионатов не сопоставим. Лишний раз об этом говорить можно, но, наверное, не стоит. Возвращаемся к футболу. Павел Мамаев пытается обыграть оппонента. У него это получается. Прострел на ближнюю штангу. Жезус не успевает. Мамаев неплохо вошел в игру. Не первый раз мы уже видим, как он разбирается. Там с Сергеем Дубровиным. Кайфуют болельщики ЦСКА. Главное только, чтобы ничего не поджигали и не наломали. А так пусть делают все, что хотят. Иначе, как объявил диктор на стадионе, против болельщиков ЦСКА могут быть приняты адекватные меры. Если не будут соблюдать правила поведения на стадионе Торпе. Что считается Владимир этим адекватным миром, войдет впереди. Но я уверен, что точно так же, как и в других регионах России, все будет нормально. Малышев. Неплохо обыграл сейчас игрока ЦСКА, но на помощь прибежал, по-моему, это был Георгий Щеников. И выбил мяч за пределы поля. Алан Загоев, которого я тоже немножечко пожурил. Для того, только для того, чтобы он вышел и отметился в этой игре с забитым мячом. Посмотрим, действует ли моя магия на этого футболиста. И меняет он 14-го номера Рикарду Жезусу. Михаил Мусаковский там стоял на заднем плане, что-то совсем не очень довольный тем, что происходит в этот вечер на стадионе Торпеда. Алан Загоев не по годам рассудительный и умный футболист. Честно признаюсь, колоссальное удовольствие получаю, наблюдая за его действиями, за его игрой. Потому что, если посмотреть то, как обращается с мячом Загоев, то, как он принимает решение, прямо так и скажем, в его возрасте не каждому дано. Ну, это, конечно же, талант. И главное, чтобы Загоев этот талант развивал дальше. Подача. И Джанер промахивается мимо ворот. Хорошо, что эти ворота были свои. И Джанер нагоняй. За то, что он промахнулся, не получится. Как раз-таки, наоборот, поддержку от своих партнеров. Что вовремя вернулся и занял ту позицию, которую надо было занять в этой ситуации. Угловой. Подача. Никак не могут с этого угла. Болезнь нормально исполнил угловой. Загоев. Вот он настигает игрок торпеда. Сбивает. Это был Сергей Дубровин. Почему Дорошенко желтой карточку не предъявляет? Ну, это же желтая карточка. Это срыв атаки. Причем, быстрой атаки. Потенциально голевой атаки. Здесь вот Загоево мяч отобрали. Но даже несмотря на это, по мысли вы видели, что сейчас хотел сделать Загоево. Практически все мячи он принимает с разворотом к чужим воротам. Вот так вот, с короговоркой. С разворотом к чужим воротам. Ну, обратите внимание. Игрок центральной зоны с такими качествами практически. Не то, что незаменимым, но очень ценимым. Потому что если ты развернулся к чужим воротам, сразу у тебя есть возможность сделать острую передачу. Чем, кстати, Загоев молодец. Часто пользуется, не боится обострять. Не боится вот эти разряжающие передачи делать. И опять Мамаев обыгрывает. Хотя сейчас с нарушением правил. И часто у него эти передачи проходят. Внушительная армия поклонников ЦСКА приехала во Владимир. Ну, что ж, приехали 180 километров от Москвы. Для них семечки. Для поклонников красно-синих. И около полутора тысяч по заявке посетили эту игру во Владимире, болельщике ЦСКА. В самом начале матча я говорил, что как раз-таки последнюю игру, которую ЦСКА забивал, мне довелось комментировать, это была встреча в Перми против Амкара. Тогда ЦСКА забил три. Сегодня забил опять-таки трижды. Еще не вечер. Играть 25 минут. Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что ЦСКА пройдет дальше. Хотя в футболе все бывает, правильно сказал, в перерыве Игоря Кенфеев. Один забитый мяч сейчас для торпеды не стал помощником. Но вот еще один забитый мяч может эмоционально команду встряхнуть и, конечно же, добавить дополнительных сил. Штрафное – это хорошая возможность. Мы видим, что ветер как раз скидует к воротам Памазана. Подача! Хорошая была подача, но ее никто не успел замкнуть. А пойди она в створ ворот, Памазану было бы очень непросто с этой передачей справиться. Такой, знаете, нырок перед вратарем. Смотрите. Оп! И вот сразу же попадет в створ. Ну, не говорю то, что Памазан бы не справился с этим ударом. Было бы непросто. Было бы непросто. Загоев. Не прошла. Ничего страшного. Загоев. Смещается в середину. И опять не прошла. Наверное, я сейчас перехвалил Загоева, да? Он так... С таким... С такой подводкой он точно не забьет. Нет, плохо сейчас. Алан сыграл. Дважды ошибся. В передаче, конечно же... И его не красит. Шемберас. Снова Загоев. На ход Мамаева. Неплохо. Прострел штрафную. Загоев. Удар! Мяч проходит над перекладиной. С левой ноги приложился Загоев. А момент-то был. Был момент. Еще одна замена готовится у хозяев поля Павел Тюрин. 23-й номер сейчас появится на замену. Ну вот, не могу я его найти пока. Нет, могу. 81-го года рождения футболист. Три мяча уже забил в этом чемпионате. Такой фактурный. Видимо, нападающий. Убирает одного из полузащитников. Евгений Дурнев. Вместо Алана Балоева. Появляется Павел Тюрин. Помимо футболистов, которые вышли на замену, можно вспомнить, что еще в запасе у хозяев Сергей Ишалин, Максим Зимарев, Павел Храмов, Александр Везденецкий и Андрей Лапшин. У гостей у ЦСКА это Дмитрий Рыжов, Рамон, Элвер Рахимич и Чиди Оди. Ну и Игорь Эконфеев. Второй голкин. Посмотрим, что у нас в параллельных матчах. Алания, Владикавказ, Москва 1-3, КамАЗ, Домь 0-4, Металлург, Липецк, Локомотив, Москва 0-2, Локомотив ведет СКА Ростов Химки 2-1. Витязь, Подольск, Спартак Нальчик 1-1. Волга, Нижний Новгород, Сатурн, Раменска 1-1. Везде примерно столько же, сколько у нас сыграло. То бишь 70 минут встречи. Втюрин пытался обыграть Джанейро не получилось. Хороший Шемберс был втюрин. Все в пределах правил показывает Дорошенко. Длинная передача. Фактически бабан пошел Евгений Дурнев и Втюрин и Малышев. Это все, конечно же, усиление атакующей мощи своей команды. Не сказал бы, чтобы она прямо настолько мощная и настолько серьезно атакующая сегодня модель у торпеда. Но по крайней мере какое-то давление создать на воротах по Мазанам можно. 37 номер Дмитрий Рыжов выйдет сейчас у армейцев. Футболист, о котором очень хорошо отзываются многие специалисты. Вот в частности на последней программе 90 минут был Вадим Станиславович Никонов и он сказал, что очень одаренный футболист и ему надо давать шанс почаще играть. Да и в прессе часто пишут, что Рыжов это один из тех на ком можно потенциально построить будущую команду. В прошлом сезоне он достаточно много забивал во второй лиге. Ну вот посмотрим на Рыжова наверное он заменит Янчика. Рыжов дай жару. Слышали, да? Подсказ с трибун. Сначала замена у хозяев поля это 14 номер Александр Везденецкий появляется на поле Арслана Айдемирова и Арслана Айдемирова появился Везденецкий. Ну сейчас везде будет бегать этот футболист в мобильности своей игре своей команде добавит. Ну а вот замену Рыжову почему-то отложили пока. Алдонин на Янчика поляк здесь с нарушением правил выцарапал для себя мяч. Первая ошибка Везденецкого сразу же чуть был не отоварил по ногам Джанера тот с мячом на левом фланге подача в штрафную и кто это Алан Загоев? Смотрите кому бы мне еще сказать чтобы забили? Я сегодня предрек практически все голы. 4-1 ЦСКА выходит в одну восьмую финала розыгрыша Рамблер Кубка России по футболу. Хорошая подача Джанера ну и молодец здесь маленький Дзагоев прочитал ситуацию на ближнем штангу пошел и голововые переправил сетку ворот Евгения Понюку ну и в первую очередь конечно же стоит отметить передачу Джанера. Да вместо Давида Янчика появился Дмитрий Рыжов смотрим довольно скамейка запасных ЦСКА поздравляют Янчика с забитым мячом ну и наверное просто хорошее настроение у них почему бы и нет и с хорошим настроением ЦСКА отправится в Раменское на матч следующего тура 17-го по счету Росгострах чемпионата России по футболу если здесь в кубке можно было предположить что ЦСКА наконец-то распечатает чужие ворота соперник прямо-таки скажем ЦСКА по силам то вот в Раменском армейцам стоит очень непростая игра и там вот эта четырехматчевая без голевая серия именно в чемпионате она все-таки еще психологически как-то будет давить наверное на армейц хотя это победа в середине недели конечно же эмоции положительных и хорошего настроения Газаева и его подопечным добавили 15 минут нам осталось наблюдать за событиями в этой встрече 4-1 и мне честно говоря вот кого бы теперь уже в составе Торпедов Владимир поругать чтобы они забили все-таки наверное команда старается оставила приятное впечатление согласитесь телезрители я думаю что несмотря на то что 4 сегодня они пропустили мне кажется торпедовцы заслуживают самых добрых слов есть определенные проблемы в обороне конечно же от них никуда не деться вторая лига у нас в России вторая лига но все равно в организации игры конструктивного плана в середине поля мяч держится неплохо другой вопрос что до передней линии он доставляется не так часто как хотелось потому что Везьмикин практически таких снарядов хороших проникающих передач сегодня от партнеров не получил все что торпедовцы имели они Везьмикин то что сумел сделать он сделал сам где-то выцепил мяч где-то перехитрил оборону ЦСКА поэтому чуть-чуть добавить креативности в атаке и тогда у торпеды все может быть хорошо ну и наверное усилиться тоже бы не мешало если команда рассчитывает в первом дизоне играть таким составом будет очень и очень непросто хорошая скорость у игрока в черно-белой форме но хорошая скорость у василия березушка здесь загольф нарушает пятый мяч Томи забила ворота КамАЗа да это серьезный удар по имиджу клуба из набережных Челнов непонятно что там произошло но что-то да произошло Томи разбивалось кстати очень любопытно что в Нижнем Новгороде счет 1-1 в матче Сатурн Раменская Волга Нижний Новгород и раменчане играют в меньшинстве удален Александр Макаров голкипер а мяч у Сатурна забил Махач Гаджи ну вот там раменчанам тоже предстоит непростая концовочка 2-1 Витязь Подольский вышел вперед в игре против Нальческого Спартака без потерь пример конечно же в этом на этой стадии не останется первое и громкое самое это конечно же Санкт-Петербургский Зенит ну вот кто еще посмотрит дальний удар поворотом Памазана точно но слабенько Памазан занял верную позицию вот сегодня сыграно 80 минут почти даже какого-то тоже мнения об игре Памазана то что голкипер очень неплохого уровня потенциально неплохого уровня он нам это уже не раз доказывал но вот какое-то тоже такое основательное впечатление об игре этого вратаря сегодня составить не удалось торпедовцы можно сказать и постарались и не постарались старались в кавычках конечно ну вот еще одни гости из Москвы нас в следующем туре игр 2-го дивизиона зонный запад приедут сюда во Владимир и это будут гости из футбольного клуба Зеленоград подача от Загоева мяч и штрафной выносится Алдонин снова от Загоев снова Алдонин опять с левой ноги пытается пробить сейчас с левой подача с левой ноги Здесь молодец, Рыжов притинганул защитников. Сейчас могут привести сами себе. Вот так и есть, смотрите. В принципе, читал сюжет по тому, как расположились футболисты. Если бы не получился вынос, то, конечно, на подборе были бы футболисты ЦСКА. Хорошо, что Шемберс, как мне кажется, поторопился. Так могли армейцы и пятый мяч забить ворота не самого плохого голкипера Евгения Куника. Здесь уже армейцы ошибаются при выходе из обороны. Даш на даш. Ошибка уже в исполнении игроков в торпед. Доигрывают матч команды. Это, конечно, видно невооруженным глазом. И в такой ситуации, вот вообще можно подискутировать и поговорить, наверное, на тему кубка. Нужен он в таком формате, не нужен. Почему тренеры зачастую просят именно перед кубками и матчами получать предупреждение, чтобы пропускать эти игры. Такое есть, есть. От этого никуда не деться. Я вам серьезно говорю. Бывший профессиональный игрок. Действительно, некоторые карточки, они здесь получаются специально ради какой-то игры, чтобы ее пропустить. Кстати, часто это бывает именно перед играми на кубах. То, что дублирующие составы практически выходят играть. С одной стороны, я понимаю тренеров, которые выпускают игроков не основного состава. Когда смешанный состав. Потому что если ты в обоиме команды премьер-лиги, то по-любому доказывай, выходи и показывай, что ты действительно игрок другого уровня. По сравнению с командами второй лиги, с командами первой лиги, той же. Ну, мы видим, что просто некоторые относятся к этому как к ненужному турниру. И с прохладцей, с неполной концентрацией подходят к этим матчам. Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, когда на кубку и поединок наставляется смешанный состав. Это возможность дать поиграть другим, почувствовать уверенность и игровой тонус, чтобы был. Вот она. Хорошая пара. Владимир Шевчук и Валерий Газаев. Загоев. Алдонян. На фланг. Вот все-таки, согласитесь, да, сегодня армейцы забили 4 мяча. Янчик, Джанер, который давно не забивал. Ну, хотят, скажите, все, вспоминаем матчи с Протакомом. Ну, просто. Для уверенности. И тот же Загоев, который, по-моему, вообще еще за основной сустав, забивал последний раз Химком, если не ошибаюсь, в первом круге. Жезус, который только за дубль забивал. Для них этот матч... Для уверенности. Ну, и для хорошего настроения. Пять минут до конца матча я бы на месте Виталия Торошенко вообще бы, наверное, не добавлял к этой игре ничего, несмотря на то, что 6 замен мы с вами увидели в этой игре. Одна замена была в первом тайме. Павел Мамаев появился вместо Калоуды. Ну, даже несмотря на то, что 5 замен, и вроде как принято добавлять по 30 секунд на каждую замену. Рыжов. Неплохо. Джанер. И штрафной пошел Джанер. Замешка, все. Несмечем и его обокрали. Пять замен. Две с половиной минуты можно добавить. Ну, две или три. Я думаю, что в такой ситуации и с таким счетом двух будет достаточно. Хотя я бы вообще добавил максимум. Остановок, серьезных остановок. В этой игре не было. Доволен. Доволен. Валерий Георгиевич. Последнее время таким довольным видишь редко. Так что пользуйтесь моментом. Уважаемые абоненты канала НТВ плюс футбол. И не только. Валерий Газаев улыбается. Сейчас самое главное это не нарваться на какую-то глупую травму. На ровном месте. Потому что результат уже известен. Просто надо доиграть спокойно. Без нервотрепки. И без серьезных стыков. Оставшиеся. Четыре-пять минут, которые осталось играть в этой встрече. Шемберс. Мамаев. Команда проигрывает. Могли бы остаться. Поддержать. Поблагодарить своих подопечных, своих любимцев. За то, что они сегодня показали. Они старались. Они хотели. Ну... ЦСКА это ЦСКА даже. В таком составе. Нарушение правил. Загоев недоволен. Вот только не это. Вот только не это. Хотелось бы, чтобы все прошло спокойно. Потому что, вы видели, уже занес руку кто-то там из ОМОНовцев. Маленькие торпеды и ЦСКА перекликиваются друг с другом. Что-то там недоброе намечается. Ну, а почему бы просто взять и не уехать? 4-1. Твоя команда выиграла. Все довольны и счастливы. Сели в электричке поезда и... По направлению в Москву. А, вот, видите, все-таки началось. Все-таки началось. И этого Владимир в очередной раз не избежал. Какой кошмар. Ой-ой-ой. Ну, не надо. Ну, это лучше не показывать. Режиссеры. Ну, нельзя это показывать. Это... Потом никто на футбол ходить не будет. Я понимаю, что болельщики ЦСКА, конечно же, там провоцировали, наверное, службу правопорядка. Но с другой стороны... И те тоже, видите. И показывает. Вот этот жест красноречивий любых слов, наверное, Василия Березуцкого. Пошел он успокаивать на правах капитана. Показывает омоновцам, что, ну, действительно, что вы делаете. Но там ребята стоят абсолютно полураздеты. И вы их дубинками еще колошмачите. Да, у нас по организации, конечно же, есть к чему стремиться. И по поведению. Как и болельщиков, я ни в коем случае их не оправдываю. Нет, конечно, своих неадекватов хватает, наверное, в любой компании. Но я уверен, что в этой ситуации можно было бы обойтись без полкобития. Болельщики стоят, они не болельщики. Они приехали болеть за свою команду. Ну и оставьте вы их в покое. Пусть говорят все, что хотят. Пусть они там ведут себя как хотят. Они фаера не поджигают. Они кресло там начали вламывать только уже после стычки. Ну и я считаю, что здесь, конечно же, ОМОН тоже провоцирует ситуацию. И ладно, больше говорить об этом, наверное, не имеет смысла. В этой ситуации я на стороне болельщиков. Без какого-то такого. Без лишних заигрываний. Просто скажу, действительно, люди приехали там куда-то. Но милиция уже была, или ОМОН были уже настроены на то, чтобы так просто их отсюда не отпустить. Нахуй нас обыграли, да? Ну да ладно. Это пусть все останется на совести каждого. Из них, из нас и же с ними. Смотрим концовку матча. 90 минут основных уже истекли. Сколько добавил Виталий Дорошенко, я, к сожалению, просмотрел. Ну, максимум 2-3 минуты осталось играть еще командам. Он в 1-16 Рамблер Кубка России по футболу. В прямой трансляции на канале НТВ+. Футбол. 4-1. У ЦСКА отличились Джанер, Янчик, Жезус и Загоев. А у хозяев поля мяч забил неувядающий, нестареющий по-игротски Дмитрий Визьмитин. 4-1. И можно поздравить ЦСКА с выходом в следующий раунд Кубка России. Смотрим, что там в других матчах. Пока вот концовка, наверное, можно немножко отвлечься. Алания Владикавказов. Футбольный круг Москва 1-3. Москва, скорее всего, выходит дальше. КамАЗ 1-5. В Томском тут все было понятно недавно. Металлур Клипецк 0-2 проигрывает Локомотиву. Локомотив идет дальше. СКА Ростов-Химки. Здесь ничья 2-2. Вполне может быть дополнительное время. Витязь-Подольск. Спартак-Нальчик 2-1. Впереди команда Витязь. Сергей Горлуповича. Волга-Нижний Новгород. Сатурн 1-1. Динамо-Брянск. Спартак говорить не буду. Салют-Энергия. Шинник-Ярославль 0-0. И Балтика обыгрывает сейчас лучшую энергию со счетом 2-0. Штрафной удар. Везьмикин неточный. Наверное, сейчас Виталий Дорошенко поднесет свисток к своим губам. И пронзительной трелью закончит сегодняшний матч. Так и есть. 4-1. ЦСКА побеждает торпеда Владимир. И выходит следующий раунд Кубка России. Авторы забитых мячей на ваших экранах. О них я вам говорил минутой ранее. И сейчас мы ждем флеш-интервью с участниками этого матча. Либо с тренерами. Ну, посмотрим, кто там есть на готове у Михаила Масаковского. Довольно болельщики ЦСКА. И молодцы армейцы идут приветствовать свою торсиду, которая приехала поддержать их сюда, в другой город. И, наверное, болельщики должны быть довольны не только результатом, но и игрой, которую сегодня показали армейцы. Не сказать, чтобы уж слишком выкладывались красно-синие. По крайней мере, то, что они показали сегодня, хватило для того, чтобы обыграть торпеду с крупным счетом. Ну, и торпедовцы тоже оставили достаточно приятные впечатления. Доволен капитан команды Василий Березуцкий. Пока команды передать слово нашему корреспонденту в ней не поступает. И мне тоже с нетерпением хотелось бы узнать, кто же там у нас сегодня после игры поговорит. Все, можно поздравить Витязь Подольский, который обыграл Спартак Нальчик и прошел следующий этап розыгрыша Кубка России. 2-1. Витязь обыграл Спартак из Нальчика. Эркин Джанер, его удар открыл счет в сегодняшней встрече. Красивый гол, наверное, самый красивый, который мы сегодня с вами увидели. Вот команда поступила. С удовольствием передаю слово Михаилу Сахову. Итак, матч завершенный. После матчевые комментарии главного тренера Владимирского торпеды Евгения Дурнева. Евгений, скажите, вот показалось в какой-то момент, что во втором тайме у вас появилась возможность зацепиться за эту игру. Возьмикин забил гол, но тем не менее вот этот шанс, вот эту возможность как-то неожиданно легко отдала команда. Ну, вы знаете, мы перед игрой реально оценивали свои силы. Как бы состязаться с такой командой ЦСКА в открытый футбол нам было бы тяжеловато. Вот. И вроде бы появился шанс во втором тайме, но как бы молодой парень, неопытный вратарь, выскочил. Как бы и тут же эту надежду как бы обрубил. В принципе, и на этом как бы интрига-то практически умерла. Спасибо большое. Скажи, что сейчас еще не трое можно пить. Спасибо Евгению Дурневу. Пусть не расстраивается, он молодой специалист. Должен действительно правильно реально оценивать силу своей команды, и он это и делает. По крайней мере, его команда с хорошим потенциалом оставила сегодня приятное впечатление. И вот этот парень, молодой Евгений Конюхов, я считаю, заслуживает самых лесных лов, несмотря на то, что сегодня четыре пропустил. Несколько издов он реально выручил. Ну, трудно было выручить в этой ситуации после удара Джанера, но в других моментах голкипер был на высоте. Может быть, и в этой ситуации поторопился с выходом из ворот, но не будем строги, не будем забывать его статистику. Он пропустил всего один мяч в 18 играх во втором дивизионе. Это очень и очень хорошие цифры. Дмитрий Визьмикин, казалось бы, вернул интригу в этот матч, забив гол в самом начале второго тайма, сократив отставание в счете до одного мяча. Но недолго эта интрига жила. Ошибка голкипера. И, поборовшись, хорошо поставив корпус, Жезус забил третий мяч и снял все вопросы практически о победителе этого матча. Понятно, разочарование молодого голкипера Евгению Куникуру. Ну, а установил окончательный счет в этой встрече. Четвертый мяч забил вышшим замену Алан Загой. Вот так это было после хорошего навеса Эркина Джанера. Молодой армеец головой вонзил мяч в ближний угол ворот. Голкипера Торпеда Владимир. 4-1, и армейцы идут дальше. Вот у нас интервью готово с Аланом Загойом. Послушаем. Итак, еще один собеседник в нашей трансляции. Это был защитник московского ЦСКА Алан Загойев. Алан, наверное, можно назвать эту победу из тех, которые, что называется, на классе? Ну да, наверное, на классе получилось. Ну, Торпеда Владимир – очень хорошая команда. Мне сильно понравилось. Тем более, они еще в своей зоне очень хорошо идут. За 17 игр один гол пропустили. Ну, достойный соперник. Я думаю, в первой лиге они будут хорошо играть. Тем не менее, поздравлять сегодня стоит не их, а команду ЦСКА и вас лично удачно вышли на замену. Забили гол головой, несмотря на то, что вы не такого высокого роста. Ну да, за счет правильной позиции выбора. Ну и, конечно, блестящая подача была от Джанера. Мне просто осталось подставить голову. Наши поздравления, спасибо. Да, все. Спасибо Михаилу, спасибо Аллану Благову. Вообще, спасибо всем, кто организовал эту трансляцию, прямую трансляцию из города Владимир. Ну, а я, комментатор сегодняшнего матча Константин Генич, прощаюсь с вами и благодарю всех за внимание. Увидимся и услышимся на каналах НТВ+. Пока! Продолжение следует...